ребятки всем привет вы на канале пиратская жизнь с вами как всегда я не на вовчика сегодня к сожалению нет ребята я проголодалась я безумно проголодалась потому что у меня сейчас интервальное голодание и я себе наготовила много 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 сего да очень захотелось обычных обычных спагетти сарделечкой которую я порезал ребят вот не поверите здесь одна единственная сарделька смысл в том что я порезала тоненькая и погрела такая вот красота отварился макарошки порезала смотрите как красиво огурчики и помидорчики здесь один огурец 1 помидорка как можно красиво все нарезать смотрите просто вот так вот порез так также у меня есть хачапури хачапури по рецепту спар я покупала уже готовый очень вкусный давайте попробуем так ну и разумеется что нибудь что мы будем пить это вот такой вот аква минерали мята и лайм открылась я так проголодалась ребята вообще ужасно проголодалась просто зверский аппетит у меня проснулся потому что знаете так вот долго без перекуса терпеть это прям это прям вот я герой потому что я очень проголодалась так меня уже типу слюнки макароны кстати не так уж здесь и много просто на самом деле это оптический обозрение приятного аппетита ребятки будем сейчас наслаждаться x добавим макароны хочу просто знаете вот спагетти с бизнес кетчупом и все кетчуп у нас что как-то немножко заболтали так может теперь он потекет x отставляем в сторону ну что давайте налетать пробуем пробуем обычные макароны сразу вспоминается знаете а в тюрьме сейчас макароны 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 не знаю смогу ли это все съесть но это все прям выглядит очень макароны очень макароны аппетитно текс давайте кушать и давайте кушать и никого не слушать как разумеется салфеточка красота помидорчики все покупки разложила сейчас красота кстати использую вот эту крышку которую купила пятерочки очень хорошая она действительно знаете помогла чтобы вот сосиски так сказать не разбрыгали спагетти у меня фирмы парила очень хорошие вкусные я прям знаете взяла вот немножко раз разломала пополам отварила и все давайте мои хорошие приятного всем аппетита слушай такая приятная водичка так это у нас акваминерали фреш прям чувствуется мята знаете и лайм вот и кстати она не очень сладкая так сколько здесь вообще калорий здесь 19 калорий на 100 миллилитров но в принципе знаете 19 калорий работ пишется на 250 миллилитров получается 48 калорий это тоже плюс и 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 как говорят, большому куску и рот радуется. Сейчас я звонила с Вадимом Павловичем, и он мне задал такой вопрос, чтобы я задала его вам. Существует такая поговорка, как не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Он просил меня на эту поговорку не озвучивать свое мнение, но он очень хочет услышать ваше мнение. Как вы считаете, в нашем 21 веке нужно ли иметь друзей, либо все-таки выбирать деньги? То есть вы готовы отказаться, например, от друзей, но иметь при этом деньги, либо, наоборот, отказаться от денег, но иметь очень много друзей? Скажите, пожалуйста, напишите ваши комментарии по этому теме, будет очень интересно. Макарошки отварила немножко аль денте, чтобы было прям чуть-чуть, а они не переваренные. И вкусно. Прям кайф. В принципе, ничего такого сверхъестественного. Обычные макароны, обычная сарделька, обычные хачапури. Но так приятно! Ммм, ребята! Хачапури я еще не пробовала. Раньше мы покупали, и мне они очень нравились. Я вот даже масла не добавляла в макароны. Просто вот с кетчупом получается, и все. И, кстати, очень вкусно. Не надо лишний жир. По интерновальному голоданию советую все-таки, чтобы каждый прием пищи был достаточно такой обильный. То есть и жиры, и белки. Надеюсь, я потерплю до завтрашнего утра. Кетчуп Хайнс. Мне, кстати, очень такой нравится. Здесь еще очень вкусный мистер Рико. Купила еще сегодня специальный соус с грибами, сливочным в общем. Я думаю, можно будет как-нибудь, знаете, что попробовать? Вареники. Вареники с картошечкой, с грибами и с тем соусом. Я думаю, будет очень вкусно. Так. Ваше здоровье. Просто не могу. Многие советуют во время еды, конечно, не пить. Но я вот просто не могу. Мне нужно обязательно что-нибудь попить. oro,racPaul. Ч sequence. Питьologist. Орюк. Питье. О,рюк. Питье. О,рюк. Пондержие. О,рюк. П�我. О,рюк. Оп. Аб. Тик, что-то слиплось. Я же тебя все равно съем. Не выпендривайся. Тик, дайдем в микрору, не? Тикс. Все-таки вот эти огурчики луховецкие, знаете, луховецкие или луховские, не помню, как точно называется. Но вообще луховцы, как мне говорили, не считаются столицей огурцов. У них, кстати, очень вкусные эти огурцы. Мы постоянно в спаре покупаем. Свеженькие, хорошие. По крайней мере, на вкус они очень приятные. Все. С основным блюдом мы с вами справились. У нас остались два дополнительных. Так, с чего начнем? Я даже не знаю. Хачапури. Ребятки, посмотрите, какой хачапури. Я, конечно, понимаю, что оно не настоящее, не классическое. Оно больше сделано, как пирог. Но, тем не менее. Запах отличный. Пахнет чесноком, сыром, яйцом. Приятного аппетита. Кто со мной кушает, всегда говорю, ребятки, приятного всем аппетита. Я очень надеюсь, что наше видео вызывает у вас аппетит. Если наше видео вызывает у вас аппетит, не забывайте поддерживать это видео лайками. Так, я себе его тут порезала. Икс. Такие маленькие кусочки, но вкусные. Красота. Сыр. Такой вот хлебушек получается. Очень вкусно. И огромное-огромное количество чеснока, ребят. Ммм. Вообще. Мягкое. Очень мягкое. Мы стараемся поменьше есть хлеба. В основном, если едим, то какой-нибудь черный. Вот. Именно вот какой-то сдобный. Пытаемся как-то ограничивать. Конечно, иногда находит. Но, знаете, вот такой вот хлеб. Ну, как вот, как бы, хачапури. Мимо хлеба с чесноком я просто не могу пройти, ребят. Это просто невозможно. И когда чувствуют этот запах чеснока, у меня просто вот башню сносит. Я готова прям вот булку, прям в магазине ее прям разорвать и есть. Просто такой запах. Не знаю, мне кажется, вот чеснок это какой-то, не знаю, возбудитель вкуса. По крайней мере, у меня. У нас, кстати, есть любители чеснока? Напишите обязательно. Надеюсь, я не одна такая фанатка. Вовчик как-то, знаете, к чесноку, он так, равнодушен. А я прям вот люблю, обожаю. Вчера у одних из блогеров, знаете, увидела очень интересную породу кошки. Называется как-то золотистый шотландец или что-то такое. Блин, такая кошка красивая, ребята, вообще. Он такой, такие глазища. Он такой прям, знаете, золотистый такой оттенок. Я прям загорелась. Я вот думаю, можно все-таки пересмотреть мое поведение, так сказать, да? И завести кошку. Потому что я так чувствую, нас из России-то не выпустят еще долго. А кошка, она будет хоть как-то веселить. Но мне кажется, знаете, если заводить кошку, она очень хочет, чтобы она была ласковая. Чтобы она не кидалась, чтобы она не бросалась. Чтобы она была прям зайка-зайка. Чтобы можно было ее прям тискать, таскать. Хотя, знаете, я больше все-таки собачница. Если так просто сравнивать, ну, наверное, просто кошки, с которыми я сталкивалась, они были более такие, знаете, агрессивные, что ли. Вот, есть некоторые кошки, которые, коты там, кошки, неважно. Такие прям ласкуши. Но я помню, как это в детстве еще помню, у меня котенок один. Он что-то с ним играл-лиграл, и он мне руку подрал. И после этого я как-то, знаете, так, фу, кошка. А вот собаки мне как-то всегда приючали. Ну, конечно, собака это все-таки большой труд. Вот, потому что с ней нужно постоянно гулять, постоянно ее как тренировать, как-то выгуливать. То есть ее же не посадишь рядом с собой, правильно? Ей нужно все-таки двигаться. Но с другой стороны, собака поможет, может быть, мне похудеть. Это тоже плюс. Потому что если придется выгуливать каждый день, гулять с ней туда-сюда, то возможно, я тоже похудею. Мне нравится, знаете, порода бигль. Либо, как я уже говорила, у наших подписчиков, Кати и Нихиты, есть мопс, изюмка. Вот мне такие мопсики тоже очень нравятся. Какие-то они такие, знаете, такие милые-милые, их прям так хочется затискать. Я думаю, может все-таки решиться и взять домой какую-нибудь животинку. Как думаете, чего лучше взять, котенка или собаку? Вовчик активно выступает за кошку. Потому что он кошатник. Я все-таки собачница. Может, сразу двоих? Как же это вкусно. Сыр, чеснок, ребята. Это прям огонь. Хочу сейчас посмотреть какие-нибудь, знаете, путевки. Что-нибудь, что-то типа Крым, Сочи. Потому что про Таиланд еще непонятно. А уже хочется куда-нибудь вырваться. Хотя некоторые подписчики, знаете, мне писали, что сейчас прям какой-то прям ужасный ажиотаж. Что люди просто вот набросились на все эти путевки и цены прям взлетели до небес. Надо посмотреть. Потому что я Вовчику предлагала на день военно-морского флота съездить, может быть, там, не знаю, может, там, в Севастополь или еще куда-то. И вот конкретно вот прям отметить. Потому что, к сожалению, получается так, что вот на такие праздники он работает. Я говорю, ну, возьми там хотя бы там одну-две смены за свой счет. и поехали. Мне очень, кстати, понравилась вот такая водичка такой минераль. Очень вкусная. Она прям, знаете, как вот действительно как мохито. То есть как вариант можно с ней бодяжить там какой-нибудь, не знаю, ром. Очень вкусный. и будет вкус прям вот настоящая мохито. Либо можно сделать безалковольный. Просто дополнительно добавив туда лайм, ну и, соответственно, мяту. Что-то какая-то упаковочка маленькая. Уже здесь пол-литра. Да, реально пол-литра. А бутылка кажется маленькой. Странно. Так. У нас еще овощи. Ну, я уже, в принципе, наелась, конечно. Не знаю. Наверное, больше хачапури не буду. Я овощи доем. Потому что уже как-то не лезет. Я слишком своей силы, понимаешь ли, понадеялась на свои силы, но много не могу съесть. Вовчу оставлю. Завтра с утреца придет и как раз это дело захомячит. Я не знаю, как едят корейцы, они там в таких порциях едят, ребята. Они вообще они едят ужасно много. Куда мне столько лезть? Мне вроде не кажется иногда, что я прям ем много, но знаете, очень быстро наедаешься. И когда просто посидишь, подумаешь, медленно ешь, вот, например, да, создаюсь такое ощущение, что ты быстро уже вот насытился и все. но я надеюсь, что я выдержу завтра до утра и не сорвусь. Я очень сильно надеюсь, ребятки, я прям обещаю вам, что не буду. Сегодня больше ничего есть. вот эти воздушные рейтинги на меня так смотрят. с детства, детства, помню, это было одно из лакомств, которые мне мама покупала. Типа как попкорн, только рис. Эх, детства, детства, ты куда бежишь? Да. Десу куда-то нас убежало. Как говорится, оглянуться не успел и все. Так, огурчики. Кстати, кто знает, сколько калорий вообще в обычных огурцах и помидорах? Как бы у меня, знаете, в голове сложилось такое впечатление, что в огурцах и помидорах вообще нет калорий. Но веганы же их как-то едят. В том плане, что они как-то наедаются. Как они вот эту норму для человека по калориям могут чисто из овощей набрать? Хотя, я знаю, они в основном фасоль едят и что-то такое. То, что много белка. Но вот если чисто на огурчики и помидорчики, мне кажется, там за день ты продержишься два, но потом волком завоешь. Ваше здоровье! все. Все. Наелась, напилась, ребята, красота. Хачапури, макарошки с сарделечкой, с пагетти назовем, с таким вкусным кетчупом. Ребятки, овощная тарелка. Все очень вкусно и очень приятно. Ребятки, огромное спасибо, кто со мной ужинал. Это, можно сказать, наш ночной дожор, потому что, ну, больше я уже сегодня кушать не буду. Всем приятного аппетита и обязательно пишите свой ответ на такую поговорку, как не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Как вы к этому относитесь и нужно ли в 21 веке, отказываясь от друзей, сосредотачиваться чисто на деньгах? Либо все-таки друзья в наше время, они больше, чем какие-нибудь деньги. Я буду очень рада с вами пообщаться в комментариях. А на сегодня у нас все. Обязательно смотрите наши завтрашние выпуски. Что-нибудь будет еще интересное, вкусное и очень классное. На сегодня у нас все. Всем спасибо. Всем пока. Пока-пока-пока.